Приветствую вас на канале Хастомания на шести сотках. Мой сезон открыт. Я приехала первый раз в этом году на дачу. Да, все так грустненько, все так печальненько, все такое. Ох-ох, после зимы не очень симпатичное. Но сегодня видео у нас, можно так сказать, слегка тематическое. Для того, чтобы наши гехеры чувствовали себя комфортно, я рекомендую вам, когда вы приезжаете и видите, что ой, как мне хочется почистить, как мне хочется поубирать старые листики, не делайте этого ни в коем случае. То есть найдите в себе терпение, найдите в себе мужество выдержать вот этот вот такой не очень лестный и приятный момент для глаз. Но потерпите, мои дорогие, гехеры вам скажут за это спасибо. Почему? Я вот уже не один год с ними, так сказать, дружу, выращиваю их, и я обратила внимание, чем меньше мы весной, вот смотрите, чем меньше мы весной, я закончу все-таки свое предложение, трогаем их, тем лучше они потом себя чувствуют. То есть дайте им возможность восстановиться, дайте им возможность пустить с точки роста хорошее-хорошее, вот когда вы увидите, что у вас хорошо нарастает центр кустика, и это начинает у нас происходить где-то к концу мая, и только потом мы убираем старые листья. Почему? Потому что в земле влаги недостаточно, и несмотря на то, что эти листья нам кажутся вот такими вот сухими, страшными, ужасными, они дают подпитку нашей корневой системе. То есть наша гехера, это ее стратегический запас, она питается, она питается до того момента, пока у нее не настанут комфортные условия. Поэтому, если вы хотите сохранить свою гехеру, вот здесь вот, вот они сухие, да, не трогайте, не трогайте. Вы можете почистить вокруг, вы можете очистить, как вам угодно, но старые листья потерпите, переживите этот момент, потому что вот сейчас я вам покажу свою, допустим, арабику, да, если кто подписчик моего канала знает, какая это великолепная гехера, как она прекрасно смотрелась. Но сейчас, вот видите, как это все грустно, я не буду ее трогать, я не буду обрезать. У нее прекрасный центр, она прекрасно себя чувствует. Вот там вот формируются, видите, вот здесь вот, формируются новенькие розеточки. И формируются за счет чего? Земля сухая, влаги такой особо нет, земля такая полувлажная, за счет того, что она питается с вот этих вот листов. То есть, да, они, видите, они вот такие вот сухие, сухие, но чем ближе, чем ближе к костику, к розеточке, там они поживеют. То есть, она еще не выпила из них все соки. Поэтому очень-очень важно, я даже, наверное, название сегодня сделаю в видео, важно не пропустить. Я понимаю, что руки чешутся. Я сама неоднократно наступала на эти грабли. Но я вам просто настоятельно рекомендую держать себя в руках. Поэтому, дорогие мои, я сегодня буду ходить, буду смотреть. И сейчас еще, наверное, сниму вам видео о том, как перезимовали шикарно мои сеянцы Гейхер. И буду заниматься тем, что собирать всякие веточки, земли. Пока оголять ничего не буду, потому что еще впереди у нас обещают заморозки. Поэтому ничего открывать особо не буду. Похожу, посмотрю. Естественно, честно скажу, уже кое-где даже поковырялась, посмотрела бусинки от хвост. Ну и такое, знаете, так хочется, хочется туда залезть, посмотреть, как там деточки. Но поняла, что это не очень благодарное занятие. Поэтому не знаю, чем я себя займу. На даче всегда есть, чем заниматься. А вам, мои дорогие, я рекомендую запасаться терпением до конца мая, как минимум. А потом мы уже окончательно очистим свои Гейхер. И еще один маленький, маленький момент. Что сегодня сделаю я? Я сегодня обязательно, обязательно посыплю средством от улиток. Почему? Потому что все тепло. жучки, паучки и улиточки, они не спят уже. Уже они не спят. Они где-то там глубоко. И готовятся к тому, что скоро повылазят и будут лопать наши цветочки. Вон мой горшок лежит. Боже, все такое, что-то ветром унесло, что-то еще. Поэтому все, я прощаюсь с вами до следующих видео, потому что скоро их будет очень много. Это будут интересные обзоры сортов. Знаете, такое, ах, дыхания не хватает. Я очень счастлива, я очень рада. Я так ждала этого момента поездки. Мне даже, мне даже просто вот, знаете, такое, ходишь, тишина, птички поют. Ой, это сказка, сказка, это просто сказка. И обидно только, что вот видите, кора, ну кора, ну где же они все попрятались? Они там ждут, королевы ждут своего выхода. Я прощаюсь с вами до следующих видео на моем канале. Игорь Негода.